Друзья, вопрос, который вроде бы мы уже касались, но все равно он есть. Если верующий человек уже поставил прививку, что делать? Слово, если что смертоносно выпьете, не повредит вам, можно ли это принять и прививаться? Или к прививке принять? Если мы не умеем телепортироваться, что делать? Дети учатся в вузах, как лишить их образования, если без прививок не будут принимать на занятия. Друзья мои, давайте немножко картину апокалипсиса сейчас нарисуем себе. Я, может быть, с аллегории начну. Не дай Господь, но допустим. Вот нам рассказывал один служитель Самары, как у него горел дом. И когда они оттуда выходили, это была зима, это было накануне Рождества. И говорит, мы оттуда выскакивали все, было много человек, там на праздник приехали дети, как раз в других городов. Как вы думаете, что они выносили из дома? Вспоминали ли они о чем-то второстепенном? Вряд ли. Поэтому мы ценным видим то, что, может, завтра уже вообще не понадобится. Это первое, да? Поэтому надо понимать сезон. Я не говорю о том, что не надо учиться. Нет. У нас, кстати, был молодежный выезд, и мне молодежь задавала эти вопросы. Они как раз после лета должны были идти учиться. И у них у всех этот вопрос был. Причем они учатся на таких престижных университетах. Другой вопрос, что мы все можем передать в Божьи руки, потому что сейчас есть возможность учиться дистанционно, все равно эта возможность есть. Исповедовать, что лучшие учителя в мою жизнь приходят, и они придут. Но я хочу еще задать пару вопросов по самому образованию. Что сейчас из себя включает образование, которое переделано очень сильно? Как-то один сказал человек, как вы думаете, научат ли вас зарабатывать деньги те, которые хотят их иметь больше? Они вас научат управлять их деньгами, но не зарабатывать вам. И так по всем вопросам. Поэтому надо реально понять, что образование, оно может получаться... Что такое образ, кстати? Какое образование мы хотим сейчас дать детям? Какой образ они там получат? Потому как образ – это то, куда нам надо привести. И у них есть образ, куда они хотят привести. Я вам говорила или не говорила, это в проповеди, наверное, говорила, что мне позвонила женщина с Америки, у нее дочка учится в университете на международных отношениях. И там сейчас преподают марксизм, ленинизм. А почему? А потому что им надо привести мышление людей к тому, что собственность – это плохо. Есть в планах забрать собственность. Им надо в этот образ привести людей. И вот она, девочка, которая из семьи иммигрантов, а здесь ее дедушки и бабушки прошли через коллективизацию, через полное разорение всего, что кто-то собирал. И она им говорит, мы там были уже, как страна. Куда же вы идете? Что же вы слушаете? А ей говорят, знаешь, русские просто не смогли. А американцы все классно делают. У них получится. И поэтому мы сейчас готовы взять эту идею и эту систему управления. Поэтому в какой образ будут вводить наших детей сегодня, надо задуматься. Мы просто привыкли доверять, что там все хорошо будет. Но как многие дети, особенно в Америке, пошедшие в университеты, они вообще потеряли отношения с Богом. Потому что там уже формировалось, это и вкладывалось, как атеизм и как взгляд, противоположный на Божью идеологию. Поэтому здесь надо решать эти вопросы индивидуально с Богом, молиться и с детьми своими, и говорить, Господь, что сейчас в сезоне, что нам надо делать. И наши дети без образования, без твоего образа не останутся. И ты дашь им лучшие работы, дашь лучших учителей. Каким образом? Он знает. Поэтому мы не уходим в фанатизм, мы не уходим в сторону, но мы говорим, Господь, а мы тебе принадлежим. И потому наши тела – храм Святого Духа. И я не буду принимать сюда никакую другую прививку. И вы знаете, кто-то говорит о том, что привиться – это значит, ну, принять вакцину, а на самом деле это биологическое оружие, я уже вам говорила, это не вакцина. Она к вакцине рядом, она не стояла с ней. Поэтому сейчас это уже стало известно. Мне об этом было известно на старте. Но сейчас это уже становится известно через исследования, через научные исследования. Поэтому вы сейчас думаете о чем? Об образовании или о здоровье вашего ребенка и о здравом смысле его. Просто положите на весы и подумайте. Поэтому если для вас это все равно, надо, но делайте. Вопрос о том, что смертоносный выпьет, не повредит. Вы знаете, друзья, меня это так удивляет и где-то возмущает. Возмущает потому, что чудеса и знамения людям до сих пор были не нужны. Шли по своей понакатанной колее, жили как жили, жили в комфорте, ничего особенного не происходило и не нуждались. А вот теперь вдруг чудо заработает. С какой стороны? Если веру не формировали, отношения не выстраивали, стержня нет, и вдруг смертоносно выпью не повредит. Это ловушка. Вот тем, которым это навязывают и насильно делают, может не повредить. Потому что вот здесь уже надо стоять и говорить, а мое тело – храм Святого Духа. Я не подписываю эту бумагу. А ведь тех же подписывать предлагают, потому что это добровольно. И поэтому, если я не согласен, то я и не согласен. И вот как раз депутат, про который я вчера говорила, он говорит, зачеркните вот это добровольно и скажите, по какому указу я должен это сделать? Скажите мне. И все, говорит, вас выгонят из кабинета сразу. Нет у них указа, на основании которого кто-то возьмет ответственность за вашу жизнь. Нет этого указа. Потому что никто ее не собирается брать, никто о здоровье сейчас не печется. И поэтому мы сегодня утром говорили, но не все были. Я понимаю, что мы сейчас стоим в очень ответственный момент в нашей стране. А раз в очень ответственный, мы можем просто потерять все. И поэтому сейчас надо церкви подняться, как секретное оружие, в молитве согласиться, о чем мы будем молиться. Я как только приеду, запишу этот ролик, я просто хочу его выпустить, а вы уже по сетям распространяйте. Чтобы поднять именно тех людей, которые никогда не молились, мы их научим. Мы скажем, вот молитва «Отче наш», прочитайте хотя бы ее. Но вставайте рядом, вставайте, потому что сейчас уже мы не можем ждать от тех людей, которые по каким-то причинам принимают такие решения. Я предполагаю, по каким. Во-первых, потому что есть глобалист, самое главное, это сатана, который имел под собой определенную группу людей и формировал их. А сейчас он их выпускает на арену жизни. Но с другой стороны, мы не можем соглашаться с его планами. У нас есть уже, мы привились к корню Иисуса Христа. Соответственно, вопрос еще ставил, что делать, кто сделал? Покаяться, первое. Просто покаяться. Покаяться за невежество. Покаяться за страх. Покаяться за неверие. Покаяться за сомнение. Все, что Бог приведет вам на память, назовите вещи своими именами. Молодушие. Господь, прости, Он нас не осуждает, когда мы каемся. А уже дальше, как пойдет ваша жизнь, уже Бог будет, исходя из вашего покаяния, дальше действовать. Кому-то вообще, в принципе, могли вколоть просто водичку, потому что там несколько есть плацебо. Каждая десятая, каждая пятая, не знаю, ну какая-то каждая. Поэтому у вас может его и не быть, это просто психологическая тогда может оказаться атака. Поэтому в этом смысле мы можем начать действовать после покаяния. А не просто вот, написано, все, со мной ничего не случится. Покаяние, а потом нейтрализация. И, конечно же, больше не идти на это. Потому что будут предлагаться еще не одна прививка. И она не другая, она точно такая же. Только чтобы усилить наличие того, что будет вас разрушать. Поэтому, друзья, я просто надеюсь на то, что здравый смысл восторжествует в этой стране. Но в церкви тем паче. Поэтому, если вы еще, так скажем, сомневались, задайте Богу вопрос. Потому что я для себя эти ответы получала, и от других слышала, и те, которые искали, как медики, вопросы, то Бог сказал, что будут разрушены Т-клетки, а это клетки иммунитета. И после этого человек становится носителем СПИДа, потому что иммунитета уже нет. Поэтому наблюдайте сами, да, что происходит. Мы сегодня говорили утром, смотрите, бодрствуйте, молитесь. Вот смотришь, бодрствуешь и знаешь, о чем молиться. Соответственно, я верю, что у Бога точно выход есть. И чудотворение у Него есть. Но надо взыскать Бога. И поэтому Он может нейтрализовать все это в крови, когда вы будете принимать причастие каждый день. Говорить, кровь Христа нейтрализует это зло. Но начинаем все с покаяния, друзья. И дальше не поворачиваемся в ту сторону. Потому что идолам мы не будем кланяться. Мы не будем попадаться на то, что называется злом от тайны беззакония, которая в действии. Но нам открыты тайны Царства Божьего. И вот в этом нам надо действовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok